И будет, если скажет он тебе, не уйду я от тебя, потому что полюбил он тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя. То есть есть два пути. Есть возможность, когда то желание, которое было у тебя на правах раба или работника, на определенное количество времени, оно примыкает к тебе и становится одним целым с тобой, или когда оно отходит от тебя и становится как бы самостоятельным, но ты ему должен тогда вручить в дорогу все, что ему необходимо для самостоятельного развития. Это вот и говорится, что если он полюбил тебя, да? А если полюбил, нет. Если полюбил, тогда он примыкает к тебе. Но если он примыкает к тебе, тогда он лишается своей самостоятельности и принимает твою самостоятельность, но в принципе это вашу общую, потому что он приносит свои желания и становитесь в одним общим целом. То возьми шило и проколи ухо ему, еще раз, то возьми шило и проколи ухо ему к двери, и будет он тебе рабом навеки. Так же поступай с рабыней твоей. Да. То есть ухо – это свойство бины, он лишается при этом. Прокол – это значит сделать там дырку. Дырочку, да. Да. А дырка – это хиссарон. Недостаток. При этом, да, недостаток. При этом его свойство отдачи становится твоим. И все, и навеки. А дверной проем указывает на выход. То есть это кли, когда он полностью замыкается в твоем доме. Потому что существует человек, одежда, дом, и потом двор, и потом окружающий уже мир. Пять уровней. Так он остается во внутреннем уровне. Это как гальтейнаем. Это трап. Не уходит, не выходит. Да. А это келим, а это свойство, которое находится полностью в бине. Как гальтейнаем. Ну, то есть если ему прокололи ухо, было свойство бины, ухо как таковое, правильно? Ему прокололи ухо. Он теперь относится к этому хозяину. Он теперь только примыкает к нему? Да. И не может быть свободным? Нет, свободы боли больше нет. Она совместная. И пусть не кажется тебе трудным, что отпускаешь его от себя на свободу. Ибо плату за двух наемных работников отработал он у тебя шесть лет. Ибо голосовит тебя Бог всесильный твой во всем, что будешь делать. Да. Почему не кажется тебе трудным, что отпускаешь его на свободу? Ну, это просто, чтобы не было такого эгоистического желания. Допустим, я говорю, не на уровне на духовном, где это происходит между душами, а в нашем мире. Вот. И отрабатывает он действительно тебе за нескольких. Почему за нескольких? Да. Потому что, когда он работал на тебя, он поднимал к тебе свой ман, а ты на нем зарабатывал. Ты зарабатывал же в два раза больше. Для себя и для него. Ну, да. Через себя ты проводил себя для него. Поэтому, получается, что он тебе за двух отработал. Вот, понятно. Вот. Продолжение следует...